Всем привет, с вами, как всегда, Эмбра. Мне недавно досталась пресс-версия игры Broken Lines от разработчиков, релиз которой запланирован на первый квартал 2020 года. Русскоязычного контента по этой игре я не нашёл, поэтому сразу принял решение сделать обзор, потому что игра действительно стоит вашего внимания. Давайте начнём с сюжета. События игры разворачиваются во времена альтернативной Второй мировой войны и расскажут о группе из восьми солдат, которые совершают аварийную посадку в тылу врага, в самом сердце Восточной Европы. Оставшись без связи со штабом, бойцы должны проявить характер, волю и упорство, чтобы выжить. С самого начала кампании нам под управление дан один солдат, которому предстоит найти свой отряд и вместе выяснить, где они находятся и что же произошло. Геймплей игры является пошаговым, который поделён на две фазы — планирование и выполнение команд. Первая фаза длится столько времени, сколько вам необходимо для того, чтобы обдумать свой ход и раздать команды бойцам. Вторая же фаза проходит за 8 секунд в реальном времени, где ваши солдаты действуют одновременно с солдатами противника, поэтому часто может случиться такое, что всё произойдёт не так, как вы задумали, ведь противники не стоят на месте. Они тоже используют укрытие и умения, работают сообща. Нужно свои действия планировать наперёд и предугадывать дальнейшие шаги противника. Изначально прекрасный план из-за действия врага может стать раковым для отряда, ведь ваши бойцы могут погибнуть. Навсегда. Но всё же, если союзник утратил все очки здоровья и больше не может сражаться, тут на помощь может прийти один из его напарников и поставить бедолагу на ноги. У солдатов, помимо показателя здоровья, есть полоска стресса, при заполнении которой солдату будет сложнее участвовать в бою. Ну а если она заполнится полностью, то он просто убежит и где-нибудь спрячется. Вернуться в бой он сможет только после того, как придёт в себя, поэтому в экстремальной ситуации лучше посылать более храбрых бойцов. У каждого солдата есть свои особенности и умения, которые можно редактировать, находясь в лагере. К этому делу нужно подходить с умом, ведь в бой вы можете взять лишь ограниченное количество бойцов. Именно от этого выбора зависит тактика боя. Взяв, например, снайпера-одиночку, не самым лучшим решением будет держать его рядом с командой. В таком случае его стоит отправить в какое-нибудь далёкое укрытие, где ему будет комфортно. Благодаря этому он получит бонусы. Умения бойцов бывают направленные на врагов. Например, метки выстрелы, подавляющий огонь. Направленные на союзников, лечащие и подавляющие страх. Либо нацеленные на местность. К таким относятся различные гранаты, например, создающие дымовую завесу. Стоит также учитывать модификаторы, которые время от времени появляются у солдат. Они могут быть как положительными, так и отрицательными. Как в случае снайпера-одиночки, которому союзники не дают побыть одному. Самокомпания в игре содержит различные варианты развития сюжета. Распределение ресурсов, управление лагерем и безвозвратные потери персонажей. Приукрашивает все это система морального выбора, с которой ваши действия могут привести к дезертируству солдат. Или кровопролитным конфликтам внутри отряда. Ну и вы также, вероятно, хотите от меня послушать про минусы и недочеты игры. Но на самом деле, поиграв несколько часов, да, это мало, но тем не менее, я их толком-то не нашел. Учитывая, что это альфа-версия, которая сейчас есть у очень ограниченного количества людей. Вообще, когда мне эту игруху отправили, я очень скептически отнесся к ней. Но ради приличия я всегда пробую все, что мне предлагают. Но мало ли, вдруг и правда годнота. И тут мне повезло, игра мне действительно понравилась. Даже учитывая то, что я не особо любитель подобных стратегий. Да, возможно, будут те, кто найдет какие-либо недочеты в графике. Но все же, я думаю, таких людей будет очень мало. Ибо графика в этой игре очень даже приятная. И думаю, она многим будет по вкусу. Один раз, в общем, не случился баг, что после пропуска очередного хода, время замерло и даже меню открыть мне не получалось. При этом камера работала. Это вылечилось при запуске игры. Также еще здесь встречается иногда проблема с локализацией. Просто текст съезжает и иногда просто-напросто невозможно прочитать. Но это, кстати, редковато бывает и в основном в таких там описаниях. То есть в важных там диалогах, допустим, такого не происходит. Ну и нужно как бы учитывать то, что это альфа-версия игры. Ну и придираться здесь к каким-то там багам, ошибкам, вообще не имеет никакого смысла. Потому что понятно же, что все это дело будет исправляться. Ну а других каких-то значимых недочетов я не нашел. Возможно, просто несколько часов игры недостаточно, чтобы все разузнать. Но играть дальше я не стал, потому что хочу сделать это вместе с вами. Если эта игра вас заинтересовала, то пишите в комментариях, хотите ли вы видеть контент по ней. Стримы там, ну или видеопрохождение. Ну что ж, с вами был Эмбра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok